Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня у нас продолжение рубрика «Реакция на ваше присланное видео». Скажу сразу, у нас сегодня необычная будет получаться программа, потому что к нам в гости пришел Виталий Моторин. Всем привет! Для меня это вообще необычная программа. Сегодня мы рассмотрим, я Виталия специально позвал, потому что очень специфичный ролик нам подписчики прислали, называется «Дрожжи. Клонирование дорогих штаммов в домашних условиях». И очень хотелось бы послушать профессиональную оценку Виталия, так как он, еще раз напомню, представитель компании «Ферментис» в России. И поэтому будьте слушать два комментария, конкретно уже Эпиавара и конкретно человека, который занимается непосредственно продажей дрожжей, который все про это знает. Давайте начнем. Скажу сразу, что ролик будет, скорее всего, в двух частях, потому что достаточно длинное видео, 50 минут, а комментариев, я думаю, у нас будет не меньше. Посмотрим. Итак, начнем. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы будем разводить, размножать дрожжи. Но перед тем, как мы начнем, пара слов о том, что такое дрожжи. Многие думают, что дрожжи – это бактерии. На самом деле дрожжи – это грибы, одноклеточные, но грибы. И у них намного сложнее строение клетки, и благодаря этому они способны перерабатывать более широкий спектр питательных веществ. Что про это скажешь? Пока вопросов нет, все нормально? Ну, вопрос по поводу переработки большего спектра питательных веществ, потому что бактерии тоже товарищи очень специфичные, перерабатывают они очень много в сравнении с дрожжами, которые только с сахаром могут перерабатывать. Иногда даже и больше бактерий. Но это всегда больше, чем дрожжи, точные. Здесь уже пошла неточность, интересно. Для чего вообще людям нужны дрожжи? В производстве хлеба, благодаря дрожжам у нас поднимается, тесто становится пышным, то есть там начинается спиртовое брожение, выделяется углекислый газ. Спиртовое брожение в хлебном производстве. Да, там есть спиртовое брожение, тут все корректно, потому что идет образование СО2, которое задерживается клейковиной, структурой теста, и за счет именно СО2 происходит пористая структура теста. Окей. Тесто поднимается, а потом, когда мы выпекли хлеб, то есть алкоголь испарился, а пышное, вкусное тесто, хлеб остался. Ну и, конечно, в производстве алкоголя. В винокурении, в виноделии, в пивоварении, везде, благодаря дрожжам мы получаем алкоголь. Они съедают сахара, который находится в нашем сусле, выделяют углекислый газ и алкоголь. Благодаря этому мы алкоголь как бы и получаем. Итак, дрожжи размножаются двумя способами. Это половой способ, как у людей, слиянием двух клеток, и бесполый способ, почкованием. Каким образом мы их будем сегодня размножать? Как им понравится, пусть так и размножается. Наша задача создать им питательную хорошую среду, чтобы они, ну они там сами пусть решают. То есть, ну там, понравится друг другу, пусть там половым. Нет, бесполым, бесполым. Какое-то, конечно, веселое такое повество. Понравится, понравится. На самом деле, процесс полового размножения дрожжевой клетки, это очень сложный процесс. Он может осуществляться в очень жестких условиях, в обычных условиях, которые можно создать там на заводе, на предприятии даже. Не говоря уже про домашние, достичь этих условий невозможно. У нас в R&D есть программа гибридизации, вот как раз получение определенных штаммов именно путем полового размножения. Получаются гибриды, но это очень сложный процесс. Задействованы специальные высокотехнологичные установки, скажем так, в которых создается, получается большое количество гибридов тех или иных штаммов дрожжей. И могу сказать, что этот процесс не очень предсказуемый, и создать эти условия, это прямо вот очень сложно. Поэтому здесь, скорее всего, это будет обычно. Немножко лукают, что как вам понравится, им понравится только почкованием. Это самый простой способ, они на это заточены, да. То есть загнать их в сексуальное размножение слишком сложно. Вообще размножается. Вообще, что меня подтолкнуло к этому всему делу, это конская цена на все импортные вискарные и пивные дрожжи. К примеру, вот я взял, который мы будем размножать, размножать М1 дрожжи, а от фермендиса стоит 3,5 тысячи за полкило. Пивные, это вискарные дрожжи, я все зерно ими осахариваю. Это не реклама, не подумайте. Все зерно ими осахариваю. Ну, понятно, что здесь уже нюанс, что дрожжи сами по себе диастатику. С теориями можно осахарить зерно, потому что они расщепляют структуру крахмала. Но меня здесь больше смущает, как они хранятся. То есть видно, что пачка используется давно. Но пачка мягкая и герметичности там нет. Да, нюанс. Я вас научу, как не покупать их сегодня. Ну, то есть провел уже опыты, еще проводятся они, получил положительный результат. Я заметил, что человек серьезно подготовился. Он какой-то лабораторий даже где-то нашел. Прямо вот он... Ну, тут, наверное, насчет цены надо сказать, да? Почему они такие дорогие? В чем вообще стоимость, конская стоимость заключается? Это в первую очередь сложность технологии производства и условия ращения, соблюдения стерильности и всего-всего прочего. Поэтому это не просто потому, что кто-то решил заработать на этом. Это потому, что большие инвестиции, большая стоимость того или иного ингредиента. Для каждого штамма, почему штаммы друг от друга отличаются, создаются специальные условия, специальная среда для размножения. Помимо всего прочего, это генетический контроль, контроль чистоты. Не на одном шаге каком-то, а на всех этапах размножения, разведения, пропагации. Поэтому процесс очень сложный. И, ну, априори, он не может быть дешевым, потому что мы еще обеспечиваем экстраординарную чистоту в этом фокусе. Ну, я знаешь, думаю, еще почему люди так говорят, что конские... Потому что они все к чем-то сравнивают, наверное, как-то с ценой хлебопекарной дрожи и так далее, что они должны понять, что все дрожжи, они по-разному делаются. Разные условия, разные материалы, поэтому и цены разные. Ну, вопрос опять же по М1, дозировка 50 грамм на 100 литров, соответственно. Но пересчитай на ту брагу, которую ты получишь, и просто пойми, насколько это высокая цена. Да, это все так в кавычках. После этого, ну, начал снимать этот ролик. Второе, мы будем разводить, вес 5, это пивные дрожжи, 11 грамм вот этот пакетик стоит там 300 рублей. Если покупать полкило пачку, 10 тысяч стоит, вообще, ну, просто с ума сойти. Согласитесь, что это очень дорого, и цена... Встаем здесь. По пивным история вообще отдельная, потому что пивные дрожжи – это одни из тех штаммов дрожжей, которые можно использовать повторно. И ввиду этого там обеспечивается еще большая чистота, помимо всего прочего. То есть можно использовать до 6 генераций, поэтому 10 тысяч разбросив на 6 генераций... Это не так много. Пачка 0,5, 10 тысяч она не стоит, кстати говоря. Ну, пачка 0,5, получается, используется на тонну пива, соответственно, на 6 генераций. То есть в конечном итоге... 6 тонн пива, то есть это в домашний пивовар 6 тонн пива. Причем это не 6 тонн пива, это тонна первая, потом у нас больше, еще используется на 4 тонны. Соответственно, там с геометрической прогрессией это все возрастает. Слушай, я так понимаю, что эту пачку, даже домашнику, просто можно на целый год работать спокойно все. Ну, если с маленькой, то как бы да, тут вопрос просто ума нижнее не умеешь. Если поделить на рабочие дни в году, то эта пачка не совсем на дорого-то выходит. Ну, идем дальше, смотрим, что еще. Ну, мне кажется, неоправданно высоко. Еще одна причина – это потерять доступ к этим дрожжам, к импортным, из-за санкций. Или получить большой дефицит их, что приведет неизбежно к еще большему росту цен. Я задал себе вопрос, ну, неужели нельзя клонировать, там, размножить в домашних условиях нужный штамм дрожжей? А если это возможно, то насколько это целесообразно с точки зрения труда затрат, что немаловажно. Ну, и экономическая составляющая тоже. Значит, начал изучать литературу, вообще посмотрел пару роликов, ребята там поснимали, как размножают в домашних условиях. Почитал литературу с литературой, а беда в открытом доступе. Я нашел курс лекций Саратовского университета, почитал, значит, по разведению, по производству дрожжей. И по микробиологии дрожжей, там, четвертого года, книжка тоже интересная. Слушай, вот он что-то говорит, не хватает литературы. Ну, по пиву литература сейчас масса, и отделы по дрожжи, мне кажется, ну, в каждой есть литературе. На самом деле, это вопрос, если просто искать, то есть много профессиональной литературы. Ну, мы с тобой, наверное, заканчивали примерно одно направление, инженер-продительных производств. Производство, да. Поэтому, что-что, а технология дрожжей. Я думаю, просто человек, скорее всего, просто, ну, он, я понимаю, что он судит, скорее всего, он просто как потребитель, да, ну, что-то там дома делает сам, ну, нам-то, конечно, проще, мы заканчиваем университет там и так далее. Но я скажу, уважаемые подписчики, что сейчас даже вот есть такое издательство «Профессия», вы просто зайдите на этот сайт, и там по пивоварению или там даже по крепким напиткам есть куча литературы, в которой в каждом разделе обязательно раздел дрожжи отдельно идет, особняком. Вот, начиная с строения клетки, там размножение и так далее, виды и так далее, описание. Поэтому, пожалуйста, сейчас это не проблема, можно все найти. Ну, и в продолжение, он там коснулся темы санкций. Санкции не касаются дрожжей, это не санкционный продукт. Кроме того, все дрожжи для домашников, а здесь, так понимаю, это больше фокус все-таки на домашних производителей. Они лежат на складе в Питере у нас, мы завозим их раз в год, пару раз в год, и весь объем, который покрывает несколько лет, он хранится уже внутри России. Так что здесь вы тоже немножко ошиблись. Выложу в Телеграме, кому интересно, под видео ссылочка будет на Телеграм, выложу. Надо, почитайте, пройдите. Значит, исходя из всей этой информации, мы и будем сегодня действовать. Итак, для начала нам нужно вывести чистую культуру дрожжей из любого продукта, где содержатся эти дрожжи. Значит, чистая культура дрожжей – это дрожжи, выведенные из одной клетки. Значит, нам нужно взять… Правильно он сказал? Да, это правда так и есть, но просто интересно, как он это будет делать. Да. Материал с содержанием дрожжей, засеять это все дело, взрастить, выбрать понравившуюся нам клетку, ну и размножить как бы ее. Самой лучшей питательной средой для дрожжей является солодовое сусло. Вот у меня тут налито. То есть, а сахаренный солод, значит, и хлебопик… Солодовое сусло, сахаренный солод, масло масляное, ну он, конечно, тут гонит. Но в целом, вот он предложил этап, вот его перечислил, ты согласен, как бы взять, выбрать эту клетку и размножить. Как выбрать, как, что? Ну, микробиологически это делается так, в лабораториях это делается так, но там совсем другие среды, конечно, но вопрос, как это в домашних условиях сделать. Вопрос у меня даже, вот я вижу, на столе микроскопа даже нет. Ну, просто мы пока предвкушаем, поэтому смотрим. Нет, ну вот хотя бы микроскоп для приличия можно было положить. Ну, просто одна клетка, это же… Вискарные в лабораториях разводят на первых стадиях на солодовом сусле, там с добавлением некоторых элементов, об этом попозже поговорим. И вискарные, и пивные для всего идеально подходят солодовое сусло, запомните это. Значит, мы будем сегодня разводить пивные, о которых мы говорили, US-1 дрожжи, они вот здесь уже… US-1, US-5, M-1, ну ладно. Отсюда будем сейчас брать пункцию, или как ее правильно назвать? Какую пункцию? Какое-то новое слово. Я думаю, мы пока наблюдаем, а потом уже подведем такие промежуточные итоги. Ну, слово пункция, но пункция, по-моему, относится, ну, и совсем не к дрожжам. И M-1, все зерно осахариваем, будем брать, то же самое, вот здесь содержим. Опять он говорит, M-1, все осахариваем. Ну, осахарин – это чуть-чуть другой процесс, я думаю, ты как производитель солода, знаете точно, что это такое. Еще раз повторяю, что осахаривают у нас ферменты солода, дрожжи, они едят продукты работы ферментов. Либо, если это зерновые заторы, осахаривают просто ферменты, внесенные извне. Дрожжи они не могут, запомните, дрожжи они не могут осахаривать. Единственное исключение – это дрожжи с заболеем ферментового препарата. Либо штаммы диастатикус, но они доосахаривают. То есть, само осахаривание заменить ими невозможно. Невозможно. Не перепутать. Для начала нам нужно вскипятить наше сусло, убить все бациллы, бациллы, микро… Вскипятить наше сусло, убить все бациллы. Ладно, кто не знает, бацилла – это научное название инфекционным… Как правильно сказать? Группы… Да, группы… Группы патогенных бактерий. Бацилла, да. Бацилла, бацилла. Ну, просто так сказал смешно. Не только бацилла у нас есть. У нас много, куча чего. Без бацилла много чего. Сизмы какие есть. Сгорела у меня индукционная плита. Да. Пользовался… Народная плиточка. Улиточка. Ну, газ закончился, вернее, баллон… Старш, сразу скажи. Я просто думал, может, он костер изведет. Наши сомнения по уровню лаборатории не были. Да, да, значит, да. Это просто больше антураж. Ну, ладно. Купил за 1300 рублей в Хозмаге рядом с домом. Запомните, 1300 рублей. Хозмаг. Ага. Ну, а-ля Совдепия, Советский Союз, работает нормально, проверял уже. Значит, нам нужно вскипятить наше сусло, которое без дрожжей. Просто мы его сейчас сюда наливаем. И нам, пока оно закипает, сейчас дальше скажу, нам понадобится самый дешевый антибиотик. Называется этот цифитраксон. Короче, зашел в аптеку, говорю, дайте самый дешевый антибиотик. Что ты про это скажешь? Ну, это вообще интересно. Потому что антибиотики обладают неконтролируемым влиянием, скажем так, на дрожжевую клетку определенной. А вот конкретно про этот антибиотик я вообще ничего не слышал, если честно. Вообще антибиотик надо брать для кипячения зачем-то. Ну, давай посмотрим. Для кипячения стерилизация идёт своим образом. Ну, зачем антибиотик? Что это купить? И физраствор. Самый обыкновенный физраствор. Тоже надо брать. Ну, кто не знает, что такое физраствор, это, по-моему, 9% раствор. Это 1% раствор натрий хлор. А, да, вот так. Паять сушло, сейчас вынимемся. Итак, смотрите, наше сушло закипело. Сейчас сразу возьму лопаточку. Интересно. Нам нужно добавить туда агар-агара. Это тот же желатин, только он плавится при более высоких температурах. Буквально немножко, потому что нам нужна желеобразная основа, чтобы было. О, реакция пошла. Хорошенько это дело размешиваем. И сейчас выключим питание. Ну, пусть остывает потихоньку. Пока оно будет остывать немножко, мы разведём антибиотик наш в физрастворе и добавим туда. Сейчас покажу. Так, агар-агар у нас растворился полностью. Вот это можно сюда положить. Значит, антибиотик. Антибиотик – это микробиологическая петля, но она уже не стерильная, но я ей пользовался, когда разводил. Мы новой будем подсаживать, но для антибиотика, я думаю, подойдет. Нам нужно его немножечко. А, не туда. Не туда, блин. Вот сюда я подготовил стаканчик. Немножко антибиотика. Еще хватит, там буквально. Вот. Есть. Берем физраствор. Тоже антибиотик 30 рублей. Физраствор тоже. Там 10 штучек вот этих пластиковых тоже стоит около 30-40 рублей. То есть 34 рубля нам. Слушай, я вот смотрю, смотрю, прямо какая-то лаборатория по производству синтетических антибиотиков. Мне просто интересно, куда это выведет дальше. Куда это выведет? Да, да. Ага. Все это выключаем. Все. Чтобы остывало. Агар-агар. Остывало. Пусть немножко остынет. Все. Развели. Немножко остынет, добавим. Агар-агар нам больше не нужен. А он не остывает там, потому что тен горячий. Это же Советский Союз, блин. Так, это сюда. Это сюда. Это сюда. С того момента, как все, пока оно кипит, ничего с ним не будет. Но включаем газ и работаем теперь над огнем. Все, что все манипуляции, которые мы проводим, надо делать над огнем, чтобы никаких бацилл туда не подсадить. Хотя там сейчас антибиотик добавят. Короче, работаем над огнем. Нам понадобится еще чашка Петри. Вернее, две чашки Петри. Потому что у нас два вида дрожжей будем разводить. Что такое чашка Петри? Я их уже вскипятил. Они стерильные. Это пепельницы для микробиологов. Да простят нас микробиологи. Пепельницы для микробиологов, это конечно. Я думаю, что данное видео будет интересно обязательно, когда мы это сделаем. Мы покажем нашим преподавателям нашего университета, чтобы они посмотрели и насладились. Другая поменьше. Друг на друга надеваются. Вот такая штука. Вот сюда мы сейчас будем подсаживать наши дрожжи. Сейчас вот это остынет дело немножко. И мы подсадим наши дрожжи. Плита нам не нужна. Нет, не нужна. Плиту убираем в сторону. Работаем. Тут у меня спиртовочки. Видите, красота. Головы. Спрашивали, куда ты головы надеваешь? Вон спиртовка, розык, шашлык. Такое. Так. Спиртовочки. Ну да, они больше для понтов, конечно, но все красиво. Так. Есть антибиотик. Интересно. Да, вот оно потихоньку начинает уже желеобразную форму. И стерильная мешалочка. Может он пустеет, видите? Уже такой. Сейчас оно остынет, будет желе. Значит, добавляем сюда антибиотик. Уже подостыло оно. Уже там человек плавает. Просто мешалка лежала на столе, как минимум. И хорошочка размешиваем. Смотрите, мы добавили наш антибиотик сюда. Значит, открываем над огнем чашку Петри, чтобы... Это делается, чтобы не было бацилл. Да, я еще раз сказал, чтобы не заразительно. Открываем нашу чашку Петри. И аккуратненько над огнем. Заливаем сюда, чтобы на донышке... Ну там миллиметр два, много не надо ему. Чтобы донышко полностью было закрыто. И закрываем ее пока. Пусть остывает. В сторону. Можно было сейчас перчатки, маски одеть, белый халат. Уважаемые микробиологи, если что-то дело не так, поправьте. Ну я думаю, я попробовал, все получается. Ну то есть вырастил уже один раз. Об этом чуть позже поговорим. Сумасшедший опыт. Один раз вырастил что-то. Здесь на самом деле интересна даже методика налево. Потому что, ну понятно, что чашки вряд ли стерильны. Просто потому что видно, что они свободно перемещаются. И воздух, который там был, он не может быть стерильным априори. Плюс к разговору о том, что в пламени горелки, когда ты делаешь пламя горелки, оно непосредственно перед чашкой Петри, ее никто не раскрывает полностью. То есть сам налев идет непосредственно рядом с пламенем горелки. Здесь же мы видим сантиметров 30 разница. Ну, про другие манипуляции с руками я говорить не буду. В общем, я уже здесь сомневаюсь, что у него все стерильно. Человек считает, что у него все стерильно. Еще вы обратили внимание, что лопатка лежала на столе просто где-то там. Потом это же лопатку он внес сразу в ковшик. Но, скорее всего, он сделал это почему? Сказал, что у меня там антибиотик, у меня все нормально. Ну, здесь вопрос опять же. Вопрос про стерильности тут сразу можно закрывать. Просто потому что пачка уже вскрыта и неизвестно, где она хранится. Она без вакуума, без ничего и сколько она хранится, мы не знаем. Плюс ни перчаток, ни масок, ну и непокрытая голова. Да, это уже. Открываем вторую тоже. Ну и вот да, пламя горелки здесь как будто бы оно ни при чем. Все. Итак, для чего мы пользуемся антибиотиком? Вот в этом разница сказывается между микробами и дрожжами. Дрожжи это грибы, антибиотик на них не действует. Вообще, есть антибиотики, которые из грибов этих выводят. Ну, из других, ну там, не важно. А бацилла он поубивает там всякие. Не переживайте, это все, ну, никаким образом не повлияет на дальнейший продукт. Он там, грубо в кавычках там, гамошен. Нет. Нам, мы отсюда просто потом возьмем клетушку одну. Пересадим, там будем растить. А вот интересно, как он это подберет? Он возьмет одну клетушку. По поводу влияния, отсутствия влияния антибиотиков. Ну, они все, понятно, что не имеют прямого действия, но посредственное действие-то оно может быть. Поэтому тут вопрос именно подбора антибиотик. Да, да, но он, видишь, он даже, в принципе, особо не подбирал. Мне кажется, он сказал, мне самый дешевый, пожалуйста, и дайте. Ну вот, я про это и говорю. Он даже, мне кажется, инструкцию не читал, а на что вообще он влияет-то? Вот антибиотик мы вместе с вот этой питательной средой потом выкинем. В общем, вот так. Сейчас остынет, вернемся, уже будем подсаживать. Итак, наша питательная среда для подсадки дрожжей остыла. Зажигаем опять горелку нашу. Пусть горит рядышком. Значит, подсаживать мы будем с помощью микробиологических петель. Вот они новые у меня есть. И ножнички нам нужны будут. Стерили. Новые у меня есть. Значит, если их нету, то есть, они пока мне ехали, я на маркетплейсе купил, они есть нехромовые, железные такие. Ну, то есть, и накалил многоразовые. Есть одноразовые, вот такие я нашел, а те вот эти нехромовые, они продаются заказы от 5000 там для лабораторий, ну, рублей. То есть, их там, они 3 копейки стоят, их надо миллион штук заказать. Мне оно не надо. Заказал одноразовые. Но пока они ехали, надо было проводить испытания, потому что больше месяца ролики не выходили. Я сделал с медной проволоки, ну, с обычного провода, медного зачистил, сделал петлю, накалил ее до красна. Остыло, подсадил дрожжи и все сработало. То есть, ну, как бы, ну, эстетичнее мы же это, ну, для ролика, ты дынч, только не этого, а нормальную, вот она, чистая, стерильная. Значит, что мы делаем? Ножницы-то он все-таки не правил. Стерильными ножницами. Ножницы просто лежали там, висели на стене, сколько пыли на них, один был голубый, известно. И он стерильную петлю сейчас грязными ножницами вскрывает, и потом это руками трогает, эти петли потом трогает руками. И опять же, заметьте, где горелка. Где горелка, вообще, опять, ну, просто она горит для понта. Товарищи микробиологи, правильно достаете петли или нет с упаковки? Ну, расскажите. Рядом, рядом с огнем. У нас послышал. Рядом с огнем. ЮС-1. Ну, не рядом. Берем. Берем. Так. Я вот так вот сделаю. Ага. Просто макнули, то есть там эти дрожжи появились. Открываем поближе к огню. Вот так. Открываем нашу чашку Петри. Петри. Пепельницу нашу. Значит, все стряхнули, нам лишнее не надо. Воздух насыщает. Методом истощения это называется. То есть мы в одном месте несколько раз поводили, и потом вот так зигзагообразными движениями подсадили. Закрыли. Готово? Готово, блин. Все. Дрожжи. На дрожжах надо написать М1. На чашке Петри, вернее. А, это у нас ЮС-5, да? Это у нас были пивные. Чтобы не ошибиться, пишем ЮС-5. ЮС-5 написали. В сторону отодвинули. Пусть растет. Значит, и это у нас М1. М1 будет. Еще одну петлю берем. Берем еще одну петлю. Рядом с огнем достаем. Так, это вот это было. Это в сторону уберем, чтобы ничего не переплыли. Открываем. Ай! Не переворачивайте. Короче, ровно открывайте, доставайте. Ну, я думаю, ничего страшного не произойдет, если честно. Значит, М1 то же самое. Лишнее встряхнули. Методом истощения тем же. В одном месте поводили, чтобы поменьше там. И зигзагами развили, закрыли. Все скажешь. Наверное, имеет смысл. Я просто вот сейчас так смотрю. А у нас же сусло с дрожжами. Оно стоит открытое все это время и спокойно опыляется всем, чем угодно. Первый момент. Момент второй. А какая температура агар-агара, вот этого вот питательной среды? Ну, он сказал, что остыло. Ну, тут тоже такой момент. Потому что может быть такая температура, что, допустим, те же US 05 инактивировались. А то, что мы внесли, ну, дрожжи, которые в воздухе всегда присутствуют, они будут у нас дальше расти. Поэтому тут вопрос. Поэтому, видишь, он уверенный, что он... Я почему заострил внимание на микроскопе? Потому что он, я думаю, ну, пока мы не видим до конца ролик, он думает, что сейчас у него выгодно на чашечке Петри то, что он внес. Но, опять же, уважаемые подписчики, это не всегда так. То есть на чашечке Петри может вырасти то, что попало. То есть помимо там этих культурных дрожжей, которые он пытается внести, там могут быть колонии различных бактерий. Просто здесь вопрос даже к вот этим двум образцам сусла с дрожжами внутри. А что там внутри? Потому что он стоит, спокойно опыляется воздухом, который здесь есть. Хотя бы был бы в колбе, да, там с пробкой, например. Это должна быть пробка колба, закрыта и, опять же, в пламени горелки, чтобы ничего лишнего не попадало. А так у него просто как для фона она горит. Ну, это для понтов или как раз сказать. Да, да, да. Петлю в сторону. Написали М1, чтобы не ошибиться. М1. Можно расслабиться, выдыхать. Вот это выключаем. В сторону. Значит, ближайшие трое суток, двое-трое суток в зависимости от того, какая температура у вас в помещении, у меня вырастает за трое суток. Здесь там, я особо не топлю зимой, плюс 18, плюс 19, вот такая температура. Значит, потому что бывает здесь редко. Все, пусть стоят. Наша задача на сегодня, наша работа на сегодня закончилась. А, про это будем мы говорить? Да. Смотрите. Дрожжи развел я уже, ну, то есть эксперимент полный провел, полный цикл. И чтобы понять, вот допустим, М1, у меня там куча шприцов с М1, с чистой, естественно, чистой культурой дрожжей. Попозже об этом, поверь, тоже расскажу. Как они работают, мне интересно. Я еще не сбрашивал ничего. Значит, вчера вечером поставил 40 килограмм риса, сейчас покажу, осахарил их ферментами. Все так не дрожжи. Оно там 52 градуса. Сейчас наберу отсюда литр-полтора сусла, разброжу это дело, сейчас покажу вам. Надо еще эту плотность проверить, что там с плотностью. Ну, я уверен, что осахарилась хорошо. Рис на дне, сейчас мешалку включу, вам посмотрите. Да, я думаю, достаточно. Включил мешалку, рис поднялся, вот он, рис, осахаренный. Плотность сейчас померим. Значит, смотрели, набрали мы, смотрите, набрали мы там литр-полтора сусла. Давайте проверим плотность, что у нас там получилось. За ночь, за ночь. Я, ну, то есть, поздно вечером осахарил, оставил на ночь по стандарту. Ну, давайте вот этой штукой достанем. Или вот этой штукой. Оно все равно, мы же сейчас сюда подсадим дрожжи, они там, да, ничего не будет, короче. Раз... Разбродится и... Так, плотность у нас... Почти шестнадцать, ну, пятнадцать с половиной покажет. Ну, нормально, нормальная плотность. Значит, берем... Сейчас оно немножко остынет. Оно пока горячее, чтоб дрожжи не погубить. Я вытащил с морозилки. Мы потом об этом поговорим. Пятикубовый шприц, как остынет, я сюда добавлю. И поставлю на магнитную мешалку, ну, разбраживаться на три-четыре часа. Это сейчас закроем. Ничего с нашим суслом не произойдет за это время. И потом добавим я пять кубов шприц с дрожжами. Добавлю в это сусло, разброжу. И когда разбродится, добавлю сюда в сусло, значит, в среднем у меня... Я на сорок килограмм риса, здесь сорок килограмм риса, добавлял сорок грамм дрожжей М1. И они выбраживали за пять-семь дней. Ну, за неделю они выбраживали. То есть, мы посмотрим чистая культура дрожжей, пятикубовый шприц. За какой период... Разброженное мы добавим. За какой период времени выбрали. То есть, насколько это вообще эффективно. Ну, уже будем знать. Ну, об этом в конце ролика, ну, как мы поговорим, увидим. Я специально сделал, чтобы время не затягивать. Пока мы будем разводить дрожжи, ну, параллельно пусть... Смотрите, сусло у нас охладилось. На магнитную мешалку мы его поставили. Рисовое сусло наше. Добавляем со шприца. Вот туда просто пять миллиграмм эти... Выведенные нами, это уже наши дрожжи. Выведенные нами. Сейчас он и начнет крутиться. О, да, красиво, чтобы было на ролике. Ха-ха. Ну, оно... Нам такая воронка не нужна. То есть, мы показали, что вот эта... Она вот у нас может так мешать, наша мешалка, да? Сделали, аккуратненько поставили там... Ну, 180-200 оборотов в минуту. Немножечко, пусть потихоньку разбраживаются. Все, время роста дрожжей... Время роста дрожжей вообще в идеальных лабораторных условиях составляет 5-7 часов. Значит, смотрите, еще такой элемент. Ты как-то согласен с этим? Какая цель конечная, вопрос. Потому что фаза деления, ну, там удвоение биомассы, она может там часами занимать. Ну, просто непонятно, какая конечная история. Да. Потому что, ну, явно не часы, там сутками идет история. Как-то он зачем это говорит, как бы... Опять же, это... И просто к чему это? Я так понимаю, это просто, ну, пропагация первоначальная, увеличить количество клеток. Возможно. В одном... Вот мы добавили 5 кубиков. Для сведения, в одном кубическом сантиметре... Зарик взял, чтобы примерно он соответствует одному кубическому сантиметру. Значит, дрожжевой суспензии находится от 120 до 150 миллионов клеток дрожжей. Короче, немало. Мы сюда сейчас, получается, сколько? 750 миллионов плюс-минус клеток подсадили. Они сейчас за 5-7 часов... У них благоприятная среда. Они сейчас начнут дружить, общаться, размножаться. Потом их, кстати, там полтора миллиарда, может, чуть больше. Как он это определяет? Скажем, фас. Туда там куча вкусного. Ну, там, 200 литров сусла. И они это все дело должны сожрать быстро. Это в теории. На практике посмотрим. Ну, то есть, в теории вот с этими так получается. С нашими выведенными первый раз будем пробовать. Я думаю, тоже все получится, если не лучше. Через 3 дня вернемся. Это я уже не буду показывать, наверное. Ну, размножится. До вечера эту суспензию сюда залью. И это вырастет. Через 3 дня вернемся. Скажу, что делать самое интересное впереди. Мы просто сейчас должны клетушку вывести. Ну, это не суспензия. Это активно бродящее сусло, потому что в момент брожения в районе 80-120 миллионов должно быть бродящим сусле для нормального процесса. В суспензии это минимум от 800 миллионов на миллилитр до полутора-двух. Если мы говорим про пивоваренные и хорошо седментирующие. Поэтому тут чуть-чуть разные среды. Итак, вот сейчас, наверное, та пограничная зона, когда мы первую часть ролика заканчиваем. Как раз будем ждать 3 дня, что у человека там будет получаться. И комментарий будет уже во второй части о дальнейшей судьбе. Ну, от меня тоже пару комментариев. На самом деле, первый раз сталкиваюсь именно с тем, что нужно комментировать какие-то видео, ролики. Могу сказать так, что видно, что у человека очень интересно устроенное место, где он занимается производством напитков. Он, в принципе, молодец. Пытается углубиться в эту тему, но то, чем он занимается, это все-таки не совсем, скажем так, промышленная, чистая микробологическая история именно разведения штаммов. Потому что это как эксперименты, как хобби, если это именно хобби, то все классно, это имеет место быть. Если ваша цель именно работа с дрожжами, неважно какими, просто получение какой-то биомассы дрожжей, работа именно на этой биомассе дрожжей, потому что я очень сильно сомневаюсь, что это именно коммерческие штаммы, которые он использует на старте. С точки зрения хобби, увлечения, это очень классно. С точки зрения того, что это, ну, сомнительно. Ну, опять же, видно, что у человека нет профессионального образования. То есть он, как обычный пользователь, пытается на пальцах что-то объяснить. Просто я не знаю, что не могу понять, вот на основании чего он это все делает. Он что-то где-то посмотрел или почитал, и потом через свою мысль, через свой мозг это все переварил, и вот решил руками нам показать, как оно должно быть. Нет, так это все интересно. Безусловно, работа с дрожжами это интересная фаза. Все мы там дома варили пиво, занимались какими-то бродильными историями. Но имитировать микробиологическую лабораторию в домашних условиях, ну и в ВЭАх это невозможно. Я полностью согласен с Виталием. Поэтому, ну, будем смотреть дальше и опять же давать свои комментарии. А ваше дело обязательно ставить комментарии свои, задавать какие-то вопросы. с удовольствием ответим. Смотрите наш выпуск дальше. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока.